Гражданские лица на военном объекте, больше ста человек, пригласили на сборный пункт Пензенской области. Родные и близкие призывников пришли на торжественную церемонию, посвященную отправке новобранцев на армейскую службу. Дорогие наши мальчишки, мы вам желаем достойно отслужить, вернуться к нам. Мы вас любим, ценим, уважаем. Учитесь Родину защищать. Эта отправка в войска проходит в рамках патриотической акции «День призывника». Порядка ста человек облачились в форму. Парней ждут в разных частях и гарнизонах страны. Хочу еще раз подчеркнуть, что ни один солдат срочной службы не будет отправлен в зону проведения специальной военной операции, если на то не будет желания заключения контракта. Это принципиальная позиция руководства страны. И в боевых действиях участвуют люди, у нас имеющие военно-учетные специальности и достаточно боевой опыт. Всего за весенне-летнюю кампанию мы должны отправить более 1300 человек. Более 300 человек мы уже проводили со сборного пункта, они уже начали свою службу. Также в связи с изменением нашего приказа Министерства обороны о воинской обязанности, в эту призывную кампанию у нас выходят молодые люди, кому исполнилось 27 лет и более, которые не получили еще военные билеты. Таких у нас уже призвано и отправлено более 10 человек. Это главное изменение в том, что призывной возраст с 27 лет вырос до 30 лет. А вот срок службы по призыву остался прежним один год. Иду в войска военно-космических сил, я пришел в военкомат, сказал, что хочу военно-космические силы. Ну, у меня все родственники ходили в армию, это уже как военная традиция, я так считаю. И друзья тоже все в армию сходили. Все говорят, стоит сходить, потому что это хороший опыт в жизни и всегда пригодится. Новобранцам вручили презенты, всех желающих накормили гречневой кашей и напоили горячим чаем.